Через Якутию проходили маршруты древнейших людей, которые заселили Америку. Человек издревле ощущал желание изобразить облик тех существ, которые окружали его. И эта потребность искусства столь же древняя, как и само человечество. Из книги «Прозрение». Виталий Епифанович Ларичев – археолог, историк, академик Российской академии естественных наук. Он относится к категории исследователей, изучающих первобытное искусство с точки зрения астроархеологии. Это отрасль науки, которая отыскивает на скальных изображениях аспекты астрономические и календарные. То есть система счета времени. Я убежден, что это нелепость, когда говорят, что древний человек не обращал внимания на небо. На солнце, луну, звезды. На скальных изображениях все это есть, но нужны особые методические подходы. Я должен сказать, что первые сборники статей, в которых были опубликованы астроархеологические сочинения, в том числе и мои, это была Якутия. Более того, Анатолий Николаевич издал сборник, в котором в названии астроархеология – палеоинформатика. Ну, знаете, совершенно неожиданная поддержка с Востока, из Якутии. На скальные изображения древних художников на территории Якутии всегда привлекали внимание многих исследователей и путешественников. Одно из таких интересных мест находится на берегах рек Токко и Алёкма. Скала Сурктаххая – древнейший культовый центр Средней Лены. Что стоит за рисунком? Есть примитивный подход. Когда копируется рисунок, потом приезжают в лабораторию и переводят это на бумагу, потом публикуют. И высказывают в основном следующие соображения. Нарисован зверь – это тотем, это жажда получить продукт, мясо там или шерсть и так далее. Это некое обожаемое животное, за которым стоит представление о божестве и так далее. Вот знаете, это, конечно, тема, но просто для специального разговора я скажу вам только одно. Вот мы теперь подошли к совершенно другому подходу к этим рисункам. И вот мне когда академик Миллиард 300 лет назад сказал, я не знаю, что это такое, то ли это письменность, и стоит ли этим заниматься, это что-то значительное. И он колебался. То ли это делать, то ли не делать. То теперь мы можем сказать делать. И что не доделано, скорее сделать, пока это цело. За этим стоит не только религия, что за этим всегда виделось, да, религия, а за этим стоит и протонаучное знание. Это протонаучные тексты, которые подлежат интерпретации. И вот с этой точки зрения великолепные совершенно. У вас есть святилища, я бы их назвал так. Вот Саруктах-Хая, например, на Нижней Лени. Но и прямо близкое к вам это святилище Шишкинские скалы. Я вам скажу, что Саруктах-Хая позволяет реконструировать время, исчисление времени людьми бронзового века, возможно, неолита, потому что там колебания в датировке, по Солнцу, по Луне, и не только в течение года, например, а и трех лет, когда лунный счет времени сравнится с Солнечным. Но и самое поразительное, из всего, что я, занимаясь якутскими наскальным изображениями, уяснил, они считали время по крайней мере в пределах до около 20 лет. Есть такой в астрономии цикл, он называется Метонов-цикл. Обычно историки астрономии связывают это с Грецией, но это не так. Вот этот цикл Метонов, он появляется уже в древнекаменном веке. А вот что касается неолиты и бронзов, он точно зафиксирован у вас, на Саруктах-Хая. Это 19-летний цикл. Это одно из величайших достижений. Верховья реки Лены хранят тайну истории возникновения удивительных историй о прошлом. Шишкинские писаницы были созданы в эпоху Палеолита. Древний художник расписывал скалы на протяжении почти двух километров. И в свое время здесь можно было увидеть более двух тысяч живописных сцен из жизни человека давно минувших времен. Впервые эти уникальные материалы были найдены в XVIII веке Герардом Миллером, руководителем Великих Северных Экспедиций. А в XX же столетии академик Алексей Окладников, исследуя эти писаницы, отметил. Шишкинские скалы являются для Северной Азии единственным в своем роде естественным музеем изобразительного искусства и культуры древних племен. Своего рода колоссальной картинной галереей прошлых веков. Люди, которые создавали святилища типа Шишкинских скал и Сурок-Тахая, я упоминаю только два этих памяти, но я их мог бы перечислить и еще, но это классическое, можно сказать. Те, кто работал в этих святилищах, что значит работал, да это те же рецы, которые создавали все это, были великолепно осведомлены в различных отраслях протонаук. Они наблюдали Солнце и Луну, они отслеживали их ритмы и появлялись у основания этих святилищ и производили соответствующие действия колдовские, да, но только это и замечают обычные этнографы и археологи. Вот пляж, вот бьют в бубна, да нет, за этим стоит исключительно значительная вещь, связанная с наукой и религией. Это проблема взгляда на мир в целом, с его структурами, какими, звездное небо, Земля и преисподняя. Это проблема, я думаю, они раздумывали на этом, как произошел мир, как он эволюционирует и какова его судьба. Дракон, глотающий Солнце или Луну, это злые силы в мире, которые пытаются уничтожить гармонизированный богами мир и превратить его в хаос. Это должно быть прервано. Дракону нельзя давать силы. И вот тут в дело вступали шаманы-ученые. И они решали эту проблему. Я думаю, так. Ну, а такого рода знаний, вы же понимаете, насколько долго они накапливались с человеком. Для чего же святилищ? Это библиотеки, вот как наша библиотека. Я пришел, взял книгу, я вышел на святилище, я вижу, что они делали. Животное, заглатывающее Солнце – это один из самых известных сюжетов шишкинских писанец. Древний человек оставил подобные рисунки не только на Ленских скалах, но и на Южном Урале, Китае и даже в Ирландии у входа в храм кельтов. Виталий Епифанович считает, что древний художник не случайно вырисовывал сложные штрихи и линии на теле мифического чудовища. Это астрономический, календарный символ небесных явлений и течения времени. Вот эти тексты шишкинских скал и Суруктаххая позволяют выйти на очень основательно, очень углубленно, но работа еще большая предстоит, на духовный, интеллектуальный мир этих людей. Их достижения ничуть не ниже так называемых протоцивилизаций. Я имею в виду иньская, джоуская цивилизация Китая, например, или Северная Индия с их городами и Ближний Восток. Но, с другой стороны, я думаю, нам надо иметь в виду то, что эти культурные центры Старого Света не были отделены друг от друга. Это вот еще одна интереснейшая проблема. Она иногда у некоторых наших археологов, в том числе имеющих академические эполеты, вызывает раздражение. Но я убежден, что жречества центров крупнейших имели между собой связь и обсуждали эти вещи. Потому что я не могу понять, как это тот же метонов цикл, например, есть и в Хакасии, есть в Якутии, есть в Средней Азии, но и, конечно же, в Средиземноморье, в Греции, Египте и так далее. Так что Якутия может догордиться своими протоучеными. На севере Хакасии есть загадочное место. Его нарекли как сундуки. Каменные плиты, представленные здесь, созданы человеком, а не природой. Академик Ларичев считает, что это следы интеллектуальной деятельности древнего человека. С его лёгкой руки теперь это место называют сибирским Стоунхенджем. У нас в Хакасии, где мы работаем, это так называемый первый сундук. Он называется. Он в центре котловины. И он насыщен около полутора десятков астрономических пунктов. Эта скала окружена валом. На этих валах стоят плиты. И можно, зная, как идти по этому валу, а вал есть не крепостной, как думают археологи обычно. Им всё чудится война. Вал сакральный. Он отделяет священное место от места профанного, где живём мы. Там духи, там боги, там жрецы, которые наблюдают всё это. Так вот, эта скала, если вы будете переходить с места на место, вы и отслеживать восход и заход светил, то вы можете заставить эти светилы вращаться около этой горы. И мы выходим с вами на тему, которая распространена в древних культурах, начиная от Ирландии до Японии. Мировая гора как символ мира вообще. Так что Сурактаххая, например, это мир вообще. Красивая должна быть гора. У каждого народа издревле бытует легенда о мировой горе. К примеру, в Олан-Хо тоже описан образ такого сакрального места. А у древних ариев символом полярной отчизны была золотая гора Меру. Она возвышалась на северном полюсе, окружённая семью небесами. Гора считалась центральной точкой бесконечного космоса. Вокруг неё вращались созвездия медведиц, солнце, луна, планеты и звёзды. Мировая гора в последующем переместилась на Алтай, Тибет, Гималайи и другие сакральные места народов нашей планеты. Вот, может быть, самое главное, это одна из интригующих проблем сибирской археологии вообще. Потому что, по-видимому, через Якутию проходили маршруты древнейших людей, которые заселили Америку. И вот эта проблема разрабатывается якутскими археологами, и вклад их весьма весом. Это первое. Второе. Открыты удивительные совершенно памятники на севере, в Северной Азии, Якутия. Якутия может этим делом гордиться. Я имею в виду палеолитические местонахождения, открытые в районе полярного круга. Вот представить себе, что человек столь рано прошел в столь северные широты, совершенно невозможно. Это же ведь зона полярной новочи, например. Если это длится три месяца, то как человек выживал, вот целая проблема. Если раньше находки ограничивались местонахождениями, возраст которых составлял примерно 12-14 тысяч лет, это еще куда не шло, все-таки довольно близко к нам, то вот теперь якутские археологи открыли местонахождение, которое датируется временем перехода от стадии обезьян и людей к стадии гомо-сапиенс. Датировка, я думаю, так, где-то около 150 тысяч лет назад. Это переход от так называемой мустерской культуры, то есть это неандертальцы, выходит, да? А вот с точки зрения стратеграфии, с точки зрения палеонтологии, да, и, конечно же, инитаря каменного, вот выходит так. Это переход от ашельской культуры к мустье. Ну, кто мог ожидать подобного феномена, я бы сказал так. Но такое открытие сделано, теперь оно обдумывается. Ждем с нетерпением публикации этих материалов. И если столь рано заселялась приполярная часть, я думаю, якутские археологи приобрели такую козырную карту к решению вот этой загадочной проблемы заселения американского континента. Это вне конкуренции, потому что разного типа разговоры о том, что Америка заселялась, например, откуда-то из микронезии они проплыли, да. Или вот сейчас появилась экстрагантин-теория о том, что они проплыли из Европы, так называемая салитрейская культура, на восточное побережье Северной Америки. Вот теперь это ставится все под сомнение этими открытиями. Если говорить в целом о якутской археологии, то мне кажется, что вот эти 3-4 последних десятилетия вывели Якутию в авангард сибирской археологии под об этом материалом. Самый последний сюрприз. Ну, как последний. Это 80-е годы, теперь уже прошлого века. Это открытие немецких археологов, поселение Ашельского человека, это архантроп, это пятикантроп, поселение, которое называется Штейн-Рим. Возраст его 350-400 тысяч лет назад. При раскопках его немецкому археологу из ГДР Дитре Хумане и его супруге Ушсулы Мане посчастливилось обнаружить пять объектов искусства малых форм. Вы можете это представить? Вот каких-то там полвека назад мы не могли это даже вообразить. Что это такое? Это записи лунных циклов. Человек-архантроп, пятикантроп, умел считать и следил за Луной. Это что? Лучше нам удивляться, что в 40-х хая такие великолепные тексты календарно-строномические, если Ашелец, пятикантроп, предок за пределами гомо-самец, начал эту работу. Более того, на этом же поселении Штейн-Рим там было найдено первое устройство для отслеживания Солнца. Что она себе представляла? Два бивня южного слона установлены на расстоянии примерно метров 17 друг от друга. Между ними были положены плиты, а около одного из жилищ на расстоянии примерно 25 метров был установлен еще один бивень слона. Если встать у бивня одного и смотреть в ту сторону, где это сооружение, то вы можете отследить, как Солнце, приближаясь к 22 декабря, которое у нас на носу, достигает крайней к югу позиции и вдруг останавливается. На сколько дней? Оно останавливается на три дня, четыре дня. Почему католическое Рождество празднуется 25? А 25 декабря глаз человека впервые замечает сдвиг Солнца на север в сторону весеннего равноденствия и возрождения. Так вот, значит, документы астрономические в Штейн-Рине обнаружены. Обнаружена, если хотите, я могу сказать, астрономическая обсерватория. Это же отслеживание прямо, да? Дитрихмане так не написал. Я, занимаясь астроархеологией, понял из ее очереди, что это такое. Удивительное открытие совершенно. Вот вам, сюрпризы ждут многие нас. Действительно, Матушка Земля многое хранит, много сюрпризов преподнесла нам и преподнесет в будущее. Это, я думаю, бесконечный процесс. Люди того мира, казалось, исчезли навсегда. От них не осталось даже тени. Возможность воскресить облик людей древнекаменного века не верили даже самые отчаянные оптимисты. И все же пришло время, когда это чудо начало свершаться. Из небытия вдруг стали возникать робкие, едва различимые тени былого. Их вызвало к жизни само загадочное искусство троглодитов, которое с неодолимой силой влекло к себе любознательные умы, жаждущий раскрыть сокровенные тайны прошлого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok